Добрый день, друзья! С вами Федерация Судебных Экспертов и наш очередной выпуск Слово Эксперту. В гостях нашей студии уже известный вам судебный эксперт-автотехник Максим Рыбаков. Тема нашей сегодняшней передачи больше, наверное, не консультационная для клиентов, а больше предназначена все-таки для наших коллег, для друзей, для партнеров, для специалистов в области судебной автотехнической экспертизы. Сегодня мы поговорим о том, что произошло за последние два года с принятием единой методики Центрального банка, методики расчета ущерба при ДТП, ну, в принципе... 2-3-4 года, в 2014 году была принята методика. Ну, 2-3-4 года, я уже оговорился по годам. Итак, что произошло за последние 2-4 года с принятием данной методики? По моему глубокому личному убеждению, методика совершенно неадекватна. По моему глубокому убеждению, люди не получают то, что они должны получать. Страховые компании как продолжали, так и продолжают вас обманывать. Не доремонтируют, не докрашивают, не доделывают ваш автотранспорт. Либо всеми силами создают такую ситуацию, когда вы отказываетесь от услуг по ремонту, получаете, опять-таки, грошовое денежное возмещение и остаетесь неудовлетворенным лицом, пострадавшим лицом в результате вот этой вот действия, вот этой вот нелепой методики Центрального банка. Мало того, мало того, вообще рынок экспертных услуг, по моим личным ощущениям, упал раза в три. То есть число обращений в наш адрес упало в несколько раз. И мы очень-очень сильно сократились. Я не жалуюсь, нет, я хочу сказать, что я не жалуюсь, потому что мы все-таки широкомасштабная организация. Кроме услуг автоэкспертизы у нас есть десятки других направлений экспертной деятельности. Совершенно верно. Итак, ваше экспертное мнение относительно методики. Давайте попробуем, Василий Владимирович, сейчас простым языком объяснить автовладельцам, как это все происходит. Давай. Давайте возьмем на моем примере, предположим. Я попадаю в ДТП, обращаюсь в ОСАГО, естественно, обращаюсь в страховую компанию. Страховая компания мне насчитывает ущерб определенный и направляет меня на ремонт в автосервис. Это как сейчас все происходит. Да, да, да. Вот на данный момент. Направляет меня на ремонт в автосервис. Я приезжаю в автосервис, мне говорят, вам нужно доплатить. Вот кто сталкивался с такой ситуацией, сейчас прямо скажут, да, 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 у меня было точно так же. Вам нужно доплатить. И какую-то сумму определенную, ну, возьмем конкретную сумму, например, страховая компания 150 тысяч насчитала, да. Автосервис говорит. Еще 50. Предположим, да, еще 50. Человек, естественно, в растерянности говорит, я добропорядочный гражданин, заплатил за ОСАГО, и почему я должен сейчас платить еще какие-то 50 тысяч? Давайте я сейчас объясню, откуда это все берется. Существует такая организация, как Российский союз автостраховщиков. В этом Российском союзе автостраховщиков есть своя база данных запасных частей. Откуда она появилась, эта база данных? Автостраховщики страховой компании пролоббировали в Центральном банке принятие этого нелепого закона. И все эксперты обязаны считать в рамках закона ОБОСАГО, если вы застрахован ОБОСАГО, обязаны считать вам ущерб по вот этой базе данных Российского союза автостраховщиков. Цены там примерно на 30% ниже, чем рыночные. Откуда эти цены берутся, наверное, нужно спросить у Российского союза автостраховщиков. Соответственно, ущерб насчитывается по этой базе. Человек приезжает, а страховая компания оплачивает станции ремонтной, вот эту вот сумму насчитанную. А станция говорит, мы не можем вам по этим ценам отремонтировать вашу машину, потому что мы обязаны ставить на ваш автомобиль новые запчасти. И нам перевели за ремонт только, предположим, вот эти 150 тысяч. Чтобы мы отремонтировали машину, вам нужно заплатить еще 50 тысяч. И здесь такая двойственная ситуация, которая ставит людей в тупик. И неизвестно, что делать. Либо свои доплачивать, либо брать деньги, не ремонтом, а брать деньги. И где-то в каких-то сервисах более худшее качество делать. Вот при такой вот болезненной ситуации, когда ты понимаешь, что тебя снова обманули, вы, как эксперт, должны предложить нашим зрителям схему решения вопроса. Отказывайтесь, грубо говоря, отказывайтесь от ремонта. Заказывайте альтернативную, независимую автотехническую экспертизу. Эксперт техника, независимый, такой как Максим и прочие его коллеги, в разных городах России сделают вам нормальную, адекватную рыночную оценку. И вы спокойно взыщите эти деньги не три четвертых, не половину, а сто процентов с страховой компанией. У страховых компаний денег куры не клюют. Плюс ко всему этому надо знать, что кроме этого действует, можно пользоваться штрафными санкциями, предусмотренными федеральным законом о защите прав потребителя. То есть, уважаемые адвокаты, вы знаете, что это за закон, вы знаете, какие там суровые санкции. Пользуйтесь и вторым этим законом. Да, если это в судебном порядке, вы решили правды своей добиться. Да. Сейчас такие споры решаются достаточно быстро. Вала, как такового, нет. Поэтому мы же можем пожелать только вам успеха и взыскать ущерб сто процентов, плюс штраф. Кстати, можно даже порекомендовать после этой переоценки, адекватной переоценки, с расчетом штрафов обратиться в эту же страховую компанию с просьбой удовлетворить имущественные претензии вот в этом формате. Откажутся, но тогда... Да, тогда через суд. Тогда через суд. А через суд страховым компаниям невыгодно уже выплачивать вот эту полную сумму, действительно, которую адекватную. Потому что с них, опять же, штраф. По закону очниках потребителей. По закону, да, 50-ти процентный. Кроме того, друзья мои, и особенно адвокаты, напоминаю вам о том, что страховая компания, это страховая деятельность, это лицензируемая форма деятельности. И обязательно копию жалобы направляйте в лицензионный орган, с тем, чтобы лицензионный орган пересмотрел возможность продолжения ведения страховой деятельности соответствующей страховой компании. При наличии определенного пула жалоб от таких, как вы, персонажей, я думаю, вопрос будет стоять об отзыве лицензии у страховой компании. Да, возможно. Поэтому это очень важно, потому что люди, предприниматели, владельцы страховых компаний, им проще решить вопрос с вами полюбовно. И не заниматься отпиской, переговорами и, опять-таки, неприятной раздачей денег в различные надзорные органы. Вот, в принципе, и все, что я хотел задать. Если Максим продолжит наш диалог, захочет добавить, добавит. Мы как бы осветили основной вопрос. А там делайте, что делайте. Если будут какие-то конкретные вопросы, обращайтесь к нам на сайт, всегда ответим, поможем. Все, друзья, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова